В одной маленькой японской деревушке появился незнакомый ниндзя. У него была деревянная катана, деревянный боевой меч и, конечно же, сюрикен. Хорош лапшу на уши вешать, не было у меня тогда сюрикенов, не бзди. Но так как у этого незнакомца не было настоящего сюрикена, его замещал теннисный мячик. Незнакомец этот был очень настырным и поэтому горел желанием заниматься тренировками. Мне нужна практика, делись со мной! Отстань! Ну ты слабак! Ах так, ну ты сам напросился. По большому счету, скорее незнакомец искал себе больше неприятностей, чем тренировки. В один прекрасный день наш незнакомец обнаружил в своей чакре огромную силу и научился выводить ее в виде ауры вокруг своего тела. Аура же эта придавала сил нашему незнакомцу и создавала барьер для физического оружия. Ты забыл упомянуть, что я еще научился отлично маскироваться в кустах. Ну конечно же, наш незнакомец научился маскироваться в кустах и ко всему прочему прыгать по тоненьким листикам бамбука, превращая свой вес равный весу пера. К сожалению, все эти способности никак не помогали в битве с другими ниндзя. Тогда наш незнакомец начал искать в себе причину, что же он делает не так. И в своих поисках он набрел на тренировочную площадку, где оттачивал свое мастерство истинный ниндзя. Истинный ниндзя стал сенсеем для нашего незнакомца и начал постепенно обучать его боевым искусствам. Истинный ниндзя Тренировки были изнурительны настолько, что ко второй половине дня наш незнакомец был выжат до последней капли как лимон. Но это давало свой эффект. С каждым днем он становился все сильнее, быстрее и более ловким. Но все-таки недостаточно, чтобы дать отпор другим ниндзя. Я тебя вижу, незнакомец. Ого, как близко. Надо отсюда валить. Со временем незнакомец превратился в изгоя. Его все гоняли, шпыняли и обижали. Другим ученикам попросту не нравилось, что сенсей проводит больше времени с этим незнакомцем, нежели с другими учениками. Так, стой и не моргай, я сейчас сделаю фото. Нинда, ты у меня сейчас получишь. Да, времена были тяжелые. Тогда незнакомец принял для себя очень важное решение. Уйти в горы, стать отшельником и заняться самообучением. Но он пообещал себе и сенсею, что обязательно вернется в тренировочную деревню, чтобы показать, насколько он отточил свое мастерство и стал великим ниндзя. Редактор субтитров А.Семкин